Доброе утро, дорогие друзья! Продолжаем нашу недельную главу. Итак, перед нами два героя. Знаете, как в сказке? Есть хороший, есть плохой. Кем ты хочешь быть? Итак, перед нами герой Пинхас, который спас весь народ от гибели. Отрицательный персонаж земли, который вел себя нехорошо. Один получает вечное коинство, второй погибает. Кем мы хотим быть? 99% героев Пинхаса. Все хотят быть положительными героями. Но для этого надо работать. Для этого нужно трудиться. Для этого надо работать над собой. Нужно, чтобы справляться со своими проблемами, со своими стрессами, анализировать их. Надо ежедневная большая работа. И еще надо работать на своих отношениях с окружающим миром, с окружающими людьми. Многим иногда кажется, что они почти праведники. Но на самом деле это не всегда так. Наши мудрецы говорили, что половина всех наших дел на земле это работа над своими качествами. Не над какими-то героическими поступками. И даже не изучение Торы. Это половина. А вот работа над качествами. Можно изучать Тору, можно говорить какие-то духовные вещи, а оказаться совсем не очень хорошим человеком. Человек должен постоянно работать над собой. Даже если у него стрессы, даже если какие-то душевные кризисы. Кстати, Рамбан, выдающийся еврейский мыслитель, также дает человеку программу в несколько этапов, как самому постараться выйти из любого душевного кризиса, если он, не дай бог, у тебя есть. Ну, это несколько этапов. Например, один из этапов это стройка. На данном этапе человеку предлагается прекратить обвинять во всех абсолютно, в своих обстоятельствах жизни. Перестать считать, что его счастье зависит от других. Или они сделали его несчастным. И посмотреть в собственный внутренний мир, присмотреться к себе. Надо изучить, сказал Рамбан, связь между собственными действиями, чувствами, мыслями. А когда человек осознает, что его чувство зависит только от него самого, он обнаружит, что в нем, в нем, в нем. Самое главное это он. Надо понять, что принимает влияние какое-то внешнее. Обнарушить свою силу, влиять на собственные отношения к происходящему. То есть, проще говоря, если человек не может изменить обстоятельства, он должен поменять свое отношение к ним. Вот главная ступенька, которую советует нам Рамбан. Надо помнить несколько вещей. Лекарства для излечения духовных качеств нематериальны. Так же, как болезнь нетелесна, так же и средства для излечения не из мироматериальных предметов. Так же, как болезнь лежит в сфере чувства, так же излечение находится там. Подумайте об этом. То, что называют таким умным словом депрессия, это не грех. Но написано иной раз, то, к чему она толкает человека, хуже того, на что его может потолкнуть любой самый страшный грех. Надо бороться с депрессией, как с самым, или вообще с, даже с плохим настроением надо бороться, как с врагом. Даже на принятие собственных решений, надо это запомнить, у нас всегда есть выбор. Ибо тот, кто пребывает в тоске, в унынии, в недовольстве собой, он утрачивает способность выбирать. У него отбираются силы, он не может думать, анализировать, принимать решения, воплощать их в жизнь. Он ничего не может. Кроме того, впасть в уныние, человек, точнее, впадая в уныние, человек тут же, что делать, отдаляется от Творца. А без помощи свыше, сделать правильный выбор, или правильный шаг, вообще невозможно. Нужно приучить себя постоянно, следить за тем, что нам мешает, что раздражает, что обижает и причиняет боль. И все эти факторы изучаем для того, надо еще понимать, поступки других, явления, которые мешают нам жить. Все это для того, чтобы учесть в отношениях с близкими. То, что обижает нас самих, даже просто раздражает, мы не должны делать другим. Свой отрицательный опыт человек часто обращает во зло для других. А мы же должны научиться поступать по-другому. Мы должны научиться обращать зло в добро, обращать свой личный отрицательный опыт в пользу ближних. Очень все просто. Нужно обращать внимание на то, что в наших словах и поступках задевает людей. Меня бы задел такой поступок лицом, может быть, нет. Но человек обиделся. Почему так произошло? Что за дело человека? Такой анализ приводит человека к нормальным жизненным ступенечкам. Нужно проводить постоянно его каждый день. И прежде всего, нужно научиться жить по-настоящему. Нам нужно заставить себя остановиться, подождать, сбавить темп, помолчать, вздохнуть вот так вот и посидеть. Тогда мы сможем научиться думать. Надо этому учиться и продолжать пробовать, пробовать тренироваться. И тогда мы постепенно приобретем то, что поможет нам стать такими, какими мы хотели быть по-настоящему. Еще одна вещь. Тот, кто по-настоящему озабочен чем-то, не удовлетворяется тем, что есть хорошее оправдание. Вот я поэтому не сделал. Если цель не достигнута, она не достигнута. Сколько не оправдывайся. Поэтому идти вперед и не думать ни о чем. Брахава от слаха. Продолжение следует...